За круглым столом представители банковской сферы и правоохранители собрались, чтобы обсудить два важных вопроса – кредитное мошенничество и хищение денежных средств из банкоматов. На сегодняшний день в Лобинский отдел поступило уже около 50 заявлений от банков в связи с невозвратом кредитов и предоставлением подложных документов о доходах работодателями. Чтобы была возможность определять фактические данные о заемщиках, полицейские предложили использовать свои информационные массивы. В Лобинске пока не зарегистрированы случаи хищения средств из банкоматов, но краевая статистика не утешает. Юрий Галота довел до сведения присутствующих данные о том, что в текущем году на территории Кубани совершено 28 хищений денежных средств из банкоматов на общую сумму более 50 миллионов рублей. Полицейские и банкиры обсудили возможные причины происшествий и способы защиты банкоматов. Вопрос, который подняли сегодня на совещании у начальника, очень серьезный. Значит, на территории сейчас Краснодарского края участились кражи, участились выносы полностью банкоматов с сохраняемых территорий. Либо это несение контроля плохой со стороны того или иного предприятия, либо это безответственность тех или иных лиц. Значит, возбуждены уголовные дела, проверяются те или иные информации по этим вариантам, будут возбуждены дела и будут приняты решения. На заседании был выбран алгоритм действий полицейских и служб безопасности с целью предотвращения подобных преступлений. Определен порядок осуществления информационного обмена между банками и правоохранителями. Также начальник отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району рассказал, какие требования предъявляются к кредитным учреждениям, банкоматам для их постановки под охрану. Участились случаи ограбления банкоматов. Мы также, как другие финансовые учреждения, имеем банкоматы. Сделаны выводы, как нужно поступить, чтобы укрепить их, ограничить доступ посторонних лиц, чтобы все это работало только на благо населения. Жанна Выборг, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Жанна Выборг, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба»